Кулинарная зарисовка Мысли судорожно неслись Так, 100 грамм сливочного масла Полстакана сахара Полкило творога Мука Мука, сколько муки? А, 2 или 2,5 стакана где-то Что еще? Разрыхлитель и рис с мясом Угу, и 2 яйца Хорошо, что вчера начинку приготовила Сказала она, обратив свой взор К любимому псу, который сидел рядом И внимательно за ней наблюдал Да, масло нужно растопить А ты мне напомни, что пирог нужно яйцом смазать Хорошо, дружок Дружок заморкал своими карими бусинами Знак согласия Ладно, поехали Хозяйка надела фартук Подтянула хвост волос на затылке И вымыл руки Масло уже грелось на плите в эмоированной мисочке Просеивалась мука Колотились яйца вилкой в тарелке Превращаясь в меланж Шустрая хозяюшка размяла творог Глубокой широкой миски Добавила меланж, талое масло, сахар Бросила щепотку соли Все это размешала и всыпала муку с раздыхлителем Замешивая липкое творожное тесто Она всегда напоминала себе, что нельзя забивать его мукой Тесто на основе творога Обычное дело, липко Понемногу припыляя стол Она вымесила мягкую массу Так, товарищи Обратилась она к своим животным Накрываем тесто миской И пусть оно оживает Минут 30 Хозяйка достала из холодильника вареный рис Большие куски отварного мяса И поставила на кухонный стол А, масло еще и лука репчатого Штуки три Голова садовая Под струей воды она очистила лук Нарезала и высыпала на горячую сковороду С растительным маслом Кухня стала наполняться Шкварчащими звуками и едким ароматом репчатого лука Хозяйка включила вытяжку на полную мощность И для полноты картину открыла фрамугу За окном шелестела зеленая листва берез А снизу наносился смех играющихся детей Она высунулась в открытое окно И, глядя на происходящее, улыбнулась Вдохнула свежий воздух Посмотрела по сторонам И вернулась к завущей плите Размешала озолотившийся лучок Взяла прихватку и выскребила за шарку в тарелку Отрезала кусочек сливочного масла И положила его в лук Через пару минут была настроена электромясорубка И уже гудела, как бензопила дружба На всю округу Сотрясая не только стол, но и покой соседей «Будь здоров, инженер-техник!» Кричала хозяйка сквозь грохот кухонного комбайна Мысленно посылая свои волосы тому Кто изобрел этот агрегат Мясо превратилось в нежный фарш Агрегат уже был вымыт и высушен Дело на пять минут Было бы желание Супруга, несостоявшегося мужа Надежда Теплица Добавила рис и жареный лук В перекрученное мясо Посолила Насыпала немного толченого кориандра Мускатного ореха Сухого имбиря И свежемолотого черного перчика Дух пряностей достиг носа черного кота Который сидел на стуле и чихал «Будь здоров, котя!» Аромат необыкновенных даров природы Обогатит начинку Пирог будет восхитительным блюдом Такс... Хозяйка потянулась Постелла ладошки Если я сейчас аккуратно соединю все ингредиенты То фарш будет рыхлым А значит... Значит он при нарезке пирога станет Вы прыгаете с своего теплого домика Поэтому я его помну рукой Вот так И она запустила руки в рисовую мясную массу — Дружок, пойдем гулять! — стрепуха уже переоделась и стояла в коридоре с ошейника в руках. Пес начал носиться из комнаты в комнату, принес мячик, убежал, и в зубах уже притащила грызок сухой морковки. — Так, я кому-то сказала, хватит бегать! Иди сюда, хулиганья! Дружок подошел, послушно подставил голову для ошейника, затем хозяйка обулась, и они вышли в лето. Погода играла вальсы, в луговой траве звучала мелодия придворных кузнечиков. Высоко в лазуре небес носились голосистые ласточки. Ароматы трав наполняли все существо. Беззаботные бабочки в красочных нарядах порхали с цветка на цветок, жужжали шмели, туда-сюда носились разные жучки и мушки. Бау! Во дворе жила гармония природы. Она слила шлепки и расположилась на теплой травке в тени высокой сосны. Пес уютно устроился рядышком, и они стали слушать обворожительную мелодику мироздания. Сколько прошло времени, неизвестно, но мысль о пироге вернула ей осознанность бытия. Не было ни капельки желания погибать эту благодать. Дружок дремал в теплоте солнечных лучей, которые то и дело проникали сквозь сосновую пышность. Что, не все коту маслинивается? Пойдем, мой друг, хорошо? Она поблагодарила природу за блаженство, поднялась на ногу, и они направились к дому. Захлопнув дверь квартиры, она услышала странные звуки непонятной суеты на кухне. «Ой, вот я!» – броница, уже не садовая голова. Скинув обувь, понеслась на кухню. «О, все боги вселенной, как хорош был пирог, в моем воображении! Кошаки ненасытные!» Прибежал дружок, гремя поводком по полу, остановился в дверях. И тут он телепатически прочитал, и тут она телепатически прочитала в его глазах вопрос. «Все сожидали!» Она опустилась на пол, прижала морду пса к себе и шепотом промямыла. «Нет, чуток осталось!» Наступила пауза. Вселенная, услышав ее, дала время для осознания момента. Десять минут сотворили чудо. На плите уже булькала вода с яйцами. Она крошила зеленый лук и напевала. «А если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога!» Когда все было приготовлено, она села у компьютера, включила любимый джаз и, мысленно пританцовывая, начала листать ленту фейсбука. Остынет начинка, и можно будет формовать пирог. Досели не виданы, двухначинные! Мимо ее взора пролетали поздравительные открытки с Международным Днем Дружбы. Забавные видео с животными и детьми, кулинарные рецепты. Она решила внести свою лепту с поздравлениями. Открыла вторую вкладку Яндекс, набрала в поиске «С Днем Дружбы» и стала выбирать оригинальные сюжеты, копируя и кидая их в ленту. 15 минут посвящений великому и вездесущему интернету – дело святое! «Кухня зовет!» Включила духовку, вынула из нее противни, один смазала маслом, нарезала яйца, добавила зеленый лук и соль, перемешала. Тесто немного увеличилось, разрыхлитель с творогом сотворили это чудо. Наша стрепуха разделила тесто на три части, две одинаковые и немного для украшения. Раскатала один, уложила на противень. Мысленно провела на тесте диагональ и начала выкладывать начинки. Мясной как раз хватила наполовину и яичный в самый раз. Раскатала второй пласт и накрыла им сверху свой полуфабрикат. Подобрала под нижний слой теста и пальцем проковыряла дырку на середине. «Обязательно! Пирог в печи не должен раздуваться! Это для дыхания!» Сообщила она нам и принялась за третий кусочек теста, формируя из него цветы, листики, жгутики и гроздья винограда. «Да, чуть не забыла!» Бросив жгутик, подошла к холодильнику за яйцом, разбила его ножом в стакан и разболтала вилкой. Украсив пирог, намазала его яйцом и поставила в разогретую духовку. «Да поможет нам вселенная!» Глядя на пирог и устремляя молитву к небесам, четко и громко сказала хозяюшка. Закрыла духовку. Не посмотрев на часы, стала наводить порядок на теплой и уютной кухне. Сорок минут промчались на тройке без бубенцов. Дух наполнял все пространство аппетитными ароматами. Соседи плакали от зависти. «Проходите, гости дорогие, кто вам мешает?» «Ага, дождешься кого?» «Никакой ковришкой не заманишь!» Народ стал слаб и алчен. «Упаси Боже, если вдруг в ответ захочет кто прийти!» «Как-нибудь чай из пакетика с печенюшкой из магазина!» «Только бы не пришел никто!» «Ладно, не будем о грустном!» «У нас тут уже и чаек на травках поспевает, а пирог-то пирог!» «Она открывает духовку, в лицо ей пышет аромат пирога!» «Румяный!» Ставит на стол, низко над пирогом опускает голову и вдыхает с предвкушением. «Да!» Накрывает его полотенцем. Сквозь удовольствие вдруг слышит гудок телефона из комнаты. Семенит туда, берет трубку. «Алле, на слюзи!» «Привет! Я тут огурцов собрала, немного морковки, петрушки. Придешь?» «Ну нет, ну не вы к нам!» «Я с огорода устала, а у меня пирог-творожный с двумя начинками закачаешься!» «Чаек парит травами, дух луговой раздает!» «Ну как тут устоишь, ноги сами принесут!» «Ждем дорогого гостя!» Она положила трубку и улыбнулась. Ее переполняло удовольствие, что в кои-то веки она чае будет гонять не в одиночестве. Быстро протерла пол, постелила скатерку. Достала красивые тарелки и чашки. Поставила салфетницу и села на край стула. Неожиданно замерла, уставившись в невидимую точку. Мысли остановились. Лицо приобрело отрешенность. Под столом шуршали котята. В комнате тихо звучал джаз. В открытое окно влетели звуки проезжающих фур, голоса детей и чуть слышный шелест березовых листьев. Медитативное состояние естественным образом приходило тогда, когда наступало его время. Оно погружало все ее существо в прострацию на короткий миг. А было ощущение, что надолго. Она чуть трепенулась, сняла фартук и пошла в комнату переодеться. В дверь постучали. Открыто! Дружок рванул навстречу гости, оповещая своим лаем о радости. В прихожей кипела жизнь. Пес разорвал пакет с гостинцами. По коридору покатились огурцы с морковкой. Дружок схватил самый большой огурец и начал носиться по комнатам, чем сильно рассмешил нашу гостю. Вот дает! Это сколько же радостей я доставила тебе своим приходом. Сидите тут, как бабыли. Дружок, ты чудо, которое приносит счастье и удовольствие. Я так давно не смеялась. У меня уже сколы болят. Пес продолжал бегать, периодически подскакивая к гостю и прыгать в удовольствие с огурцом в зубах. Проходи на кухне, осваивайся. Можешь сама отрезать ломать, который войдет в твою чрево. Со смехом крикнула хозяйка из комнаты. Вот это запах! Вернее, аромат. Красивый какой! Как ты его так украсила? Руки твои золотые. Не захвали, а то нимф засветится и вознесусь. А мне еще не досуг. Здесь дел полно. Обе они рассмеялись и усели за стол. Пирог парил разрезанными ломтями, над чашками летали ароматы луговых трав. Женщины молча жевали, наслаждаясь каждым глотком восхитительного шедаевра кулинарии и дарами природы. Дружок дремал, он ок гости. Сейчас здесь, рядышком на подоконнике, тихо сидело счастье. Оно кошкой мурлыкало в пространстве кухни и само наслаждалось атмосферой. Заходите, гости дорогие, не прийду я к вам на чай. У самой вкусный. 22 часа 27 минут 30.07.2019 год Благодарю всех, кто слушал. Эта кулинарная зарисовка посвящена вам, моим преданным подписчикам.